В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ответственный день, день выборов. Самара, как и вся Россия, сегодня голосует. Кто активнее? Самые свежие данные с избирательных участков у нас. Самарский символ российско-болгарской дружбы. На улице Старозагора открыли обновленный бульвар. Сегодня в Самарской области, как и во всей России, ровно в 8.00 стартовали выборы. Завершится голосование в 20.00. Жителям региона предстоит выбрать депутатов в Государственную думу и областной парламент. На подавляющем большинстве участков установлены по две видеокамеры. Одна направлена на избирательную урну, вторая фиксирует работу избирательных комиссий. 11 участков являются временными. Они находятся в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в больницах и СИЗО. На них специальная видеосъемка запрещена. Не менее чем с полутора тысяч участков ведется онлайн-трансляция в интернет. Кроме того, 185 избирательных участков оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, так называемыми КАИБами. На выборах работают более 3,5 тысяч наблюдателей от политических партий и кандидатов и 354 представителя СМИ. На 12 часов явка по области превысила отметку в 20%. Это значит, что проголосовали почти полмиллиона человек. По Самаре явка почти 14%. Свой выбор сделали 127 тысяч жителей. Весь день в областном избиркоме, куда стекается вся информация, работают наши съемочные группы. Олеся Корецкая готова рассказать последние данные. Пик активности горожан ожидается, как и всегда, после 15 часов. К этому времени поступило три жалобы. Люди сообщают о предвыборной агитации в день тишины. Все обращения переданы в областном избирком. Также поступают сообщения от наблюдателей на избирательных участках касательно качества видеотрансляции. Они в основном касаются большой загруженности участков, что препятствует самому видеонаблюдению. Ну, это как бы и положительное, в том числе, наверное, и мнение просто это говорит о высокой активности избирателей. Все обращения по качеству связи направляются в коммуникационную компанию. Специалисты работают над устранением проблемы. И также устранены все неполадки с коибами. Сейчас все комплексы обработки избирательных бюллетеней работают без сбоев. Свой выбор сделал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. И его супругу отдали свои голоса вместе с первыми избирателями. Они прибыли на участок утром. Репортаж Марин Матвейшиной. Правильное настроение уже на подходе к избирательному участку. Люди торопятся исполнить свой гражданский долг, но не торопятся уходить. Наслаждаются великолепным исполнением. В числе первых избирателей глава региона Николай Меркушкин со своей супругой. Регистрации проходят под пристальным наблюдением фото и видеокамер репортеров. Но голосует, как и положено, тайно, без свидетелей. Выбор сделан, настроение хорошее, говорит губернатор. Да и погода не подвела. Выбор исключительно важный. Я не раз об этом говорил. И чем не больше людей придет, тем, естественно, лучше. Тем мы проявим себя более сплоченными, организованными. И сегодня это для страны надо. И для области тоже. Может, для области еще особо. Избирательный участок открылся в 8 утра. Желающие сделать свой выбор пришли даже раньше, рассказывают члены комиссии. Ждали у дверей. Хочу, чтобы полнее отражались мнения людей, но в том числе и мое тоже. Все, понимаете, по капле океан собирается. Так же и на выборах от каждого голоса понемножку. И, в общем, выборы состоятся. Я думаю, что они в правильном направлении состоятся. Праздничное настроение не покидает избирателей. И они охотно делятся им с прохожими. Ягода, малина, летом гости звала. Марина Матвеевшина, Артем Сулайман. События. Глава Самары Олег Фурсов голосовал на участке в библиотеке номер 8 в Октябрьском районе. В этом году избиратели здесь с утра спешат сделать свой выбор. Образуются даже небольшие очереди. Благо, в библиотеке минуты ожидания провести можно с пользой. И книги под рукой. Почему на выборы самарцы все чаще приходят всей семьей, спросила Марина Кравцова. Через два часа после начала голосования в библиотеке номер 8 уже ажиотаж. За это время явка на этом участке по сравнению с выборами прошлого года больше на 10%. Кабинкам для голосования выстраиваются очереди. Ждет и глава Самары Олег Фурсов. На выборы он уже по традиции приходит с сыном. В этом году Дима осваивает технику обращения с электронными комплексами обработки бюллетеней. Выбор, который жители Самары сделают сегодня, имеет огромное значение для развития города, уверен Олег Фурсов. Вы видите, что город за последние годы меняется. Мы этих времен очень давно ждали. И вот работа в тандеме с профессиональной властью, с профессиональными депутатами крайне важна для жителей города. Я уверен, что будет сделан выбор в пользу профессиональных людей, компетентных людей, которые придадут, может быть, дополнительное такое ускорение развитию нашей Самары. Ответственный подход к будущему воспитывать надо с детства, считают многие самарцы. На выборы идут с семьями, отложив другие дела. Мы понимаем ответственность выборов, дальнейшее наше существование. Поэтому пришли всей семьей. Проснулись с утра, не успели позавтракать. Мы уже говорим, надо идти голосовать. От активности каждого зависит результат, считают представители старшего поколения. Я показываю пример своей внучки. Она посмотрела, как этот процесс проходит. Я хожу всегда, всю жизнь. Я чувствую, что от меня что-то будет, может быть, будет. Я все время надеюсь, что все будет хорошо. И день выдал все солнечное. И настроение праздничное делятся самарцы. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. С самого утра на избирательных участках во всех районах Самары работают наши корреспонденты. Как голосуют горожане, смотрите в нашем следующем сюжете. Сразу после открытия на избирательном участке в санатории Можайский появился первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. По его мнению, выполнить свой гражданский долг – дело важное. И выбор нужно делать в пользу тех людей, которые зарекомендовали себя профессионалами и проявили в реальных делах. Первый зам уверен, что сейчас необходимо уделять внимание наболевшим вопросам граждан и не давать пустых обещаний. И сам, как житель отдаленного района, надеется на повышение уровня жизни именно на этих территориях Самары. И в данной ситуации, естественно, мы даже по этому избирательному участку берем тот же, скажем, от окраина города, которая сегодня, она значительно будет улучшена, и качество жизни людей, живущих, вот если будем говорить мы о московской, ташкентской, новосадовой, демократической, то качество жизни, конечно, значительно повысится. Председатель городского совета ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин убежден, ходить на выборы не только гражданский долг, но и святая обязанность всех, кому небезразлична судьба родного города и страны. Со своими знакомыми накануне выборов Владимир Николаевич провел агитационную работу и убедил всех обязательно посетить избирательные участки, чтобы ни один голос не был потерян. Сегодня день, это практически начинается новая эра нашей России. Это говорит о том, что Россия проснулась от всего, от той дремоты, которая происходила в эти 15, 20, 25 лет. Я думаю, что вот этот день, он несет большие изменения в нашей жизни, всего народа. Жители Самарского района не остаются в стороне и активно голосуют за кандидатов в депутаты в Государственную Думу и областной парламент. На избирательных участках многолюдно, и каждый знает, зачем он пришел на выборы. Гражданскую позицию свою выразить обязательно, чтобы лучше было, чтобы надежнее было, чтобы стабильнее было, чтобы мы защищены были. Мы хотим, чтобы дальше Россия развивалась. Нормально. Надо участвовать как-то в общественной жизни и стараться быть в курсе, где живешь и какая политика. Отдать свой голос на избирательный участок пришел и первый заместитель главы города Владимир Сластенин. На выборы он пришел с внуком Даниилом. Мы выбираем будущее вот для этих людей. И это будущее, и они будут продолжать. Гражданская позиция, кажется, человека должна быть четко выражена. Отсидеться дома уже не получится. Или мы идем вперед, или мы буксуем, отстаем. Каждый человек должен сегодня выразить свою позицию, свои отношения. Самарцы активно делают выбор, ведь дальнейшее развитие области во многом будет зависеть именно от их голосов. Лариса Шлафаст, Марианна Мирная, Максим Гусев, Василий Колдашов. События. Второе рождение Старозагоры. 50 лет назад в Самаре появилась улица, символизирующая дружбу русского и болгарского народов. Старозагора получила название в честь города Побратима Самары и была одной из самых красивых в Куйбышеве. Но в 90-е бульвар пришел в запустение. Вместо болгарских роз здесь стала процветать уличная торговля. В этом году по просьбам жителей улица начала преображаться. Восстановление первой очереди уже закончено. В торжественном открытии обновленного бульвара участвовал и Андрей Горгуленко. К строителям во время реконструкции часто подходили жители улицы Старозагоры и просили лично положить хотя бы один кусочек мозаики. Рабочие поначалу отказывали, ведь не понимали, зачем это нужно. Но затем строители догадались, что просто каждый хочет оставить частичку своей души на родной улице. Любовь Борисова, одна из таких жителей, признается, проходила мимо и не смогла удержаться. Да, я подошла и тоже вложила свой вклад. Мне с ребенком будет намного приятнее гулять. Особенно раньше скакать на коляске очень неудобно было. Мы очень рады. Старозагорцы довольны. Работы по реконструкции первой очереди закончены. В течение лета заменили пешеходные дорожки, разбили клумбы, обновили газон. Также реконструкция коснулась и четырех фонтанов. Мы даже в магазин идем, по полпути пройдем, на лавочке посидим, отдохнем, полюбуемся, подышим свежим воздухом и снова идем. Мы очень довольны своим местом проживания. Я довольна. Спасибо всем. Спасибо руководству нашему. Ну и всем, кто принимал участие. Открывали обновленную улицу с размахом. Несмотря на дождь, на площади Росовского было многолюдно. Жителей окружил колорит двух дружественных стран. Гости праздника отведали национальный болгарский пирог длиной в 30 метров. Среди самарцев гуляли артисты в русских и болгарских народных костюмах. На нескольких сценах выступали творческие коллективы. На разных площадках проходили выставки, ярмарки и спортивные состязания. Поздравили горожан и первые лица города. Вы видите, как бульвар преображается. Он стал более открытым, более уютным, более комфортным, более удобным. И мы очень рады вместе с вами этому событию. Это все наша история. Это все, чем мы должны с вами жить, о чем мы должны помнить и что должны передавать из поколения в поколение. Мне бы очень хотелось, чтобы мы бережно относились ко всему тому, что есть в нашей родной, любимой Самаре. К той дружбе славянских народов, которая зародилась 140 лет назад. И к тому замечательному событию, когда полвека назад здесь была построена замечательная улица Старозагора. В дальнейшем реконструкция улицы Старозагора будет продолжена. Восстановительные работы проведут на участке от улицы Нового вокзальной до проспекта Кирова. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Самые свежие новости. Все, что касается выборов. Об этом мы расскажем в 17.00. Оставайтесь с нами. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!